Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Далеко ли до Таллина? До Таллина далеко? У меня мотор Ломбордини! А почему нет? Почему не современный модный молодежный трактор? Тем более для меня это первый опыт. Мне должно понравиться. Какой-то он маленький, что ли. Нет, я не в претензии. Но ожидал что-то такое большое, монументальное. Как говорят в народе, мал золотник да дорог? Или с лица воду не пить? Так это все про МТЗ-324. Он как конек-горбунок на поне своих рослых собратьев. Минский тракторный завод предприятие с историей и сегодня выпускает разнообразную, а главное проверенную технику. Но нельзя же пасти коней на одном поле. Вот и наладили в республике выпуски горбунков. В этом году у данной модели трактора юбилей. 10 лет с начала производства. Саму модель разработали в 2000 году, но наладить производство удалось только в 2007. Но по ходу пьесы, которая называется «Жизнь», в конструкцию трактора вносились изменения, которые делали его лучше. Если по правде, то это уже 324 с литерой М. Тут установлен другой двигатель. Изначально малыш комплектовался эстонским дизельком «Ломбардини». Вы не ослышали. Эстонский «Ломбардини». Вы представляете? Эстонский «Ломбардини». Сегодня это ММЗ-3ЛД Минского моторного завода. Четырехтактный трехцилиндровый дизелек, что для меня немножко диковато на издержке профессии. Мощность 35 лошадок, 3000 оборотов в минуту, объем 1,6 литра. В данном исполнении для студентов он не турбированный, но возможность увеличить мощь есть. А что? А вдруг? А нет, так щетку и дворы мести. Так, дизель. Это вообще кусок холодного металла, ломающий мозг человеку, который всю жизнь общается с бензиновыми двигунами. Но есть свечи. Правда, накаливание. Так, ай, да ладно. Подробнее об этом дизеле на канале Сергея Мота. Я же вижу, вот, пожалуйста, цилиндр гидроусилителя. Остав трактора – это полурама, коробка и задний мост. Хотя нет, коробочки, мостики и кабина, так как кабинкой ее не назовешь. Белорусы гордятся дизайном и цветом данного трактора. Ну, на вкус и цвет товарища нет. Нет, металла тут, опять же, нет вообще. Крыша, крылья, капот – все из пластика. А на мой взгляд, трактор должен быть железным. Есть каркас безопасности в кабине. Он, естественно, стальной. А с другой стороны, современные технологии куда от них. Попав в салон или нет, пролезший, простите за мой французский, попадаешь как будто в СССР 2.0. Как будто Советский Союз не распался. Тут все родное. Клавиши от «Жигулей». Такое все прямо, прямо сделанное. Я даже не знаю, как вам передать этот запах новой пятерки. Дермантиновый кожух. Все такое классное наше. Но, несмотря на налет отечества, все очень аккуратно и ладно. Нинамарка, конечно, но классно. Отопитель. Но, мать моя, он засасывает воздух из двери. И дует только на одну часть стекла. А вот это вот неповорачивающиеся пластмасски педаль газа. Наверное, ее проектировал человек с вывихнутой ступней. Ну, наверное, так и удобнее нажимать на педаль тормоза. Зато тут есть, товарищи, стартер. Ну, правда, есть защита от дурака. Рычажок прижимаем в сторону. Массу включили. И ключиком зажигания, совершенно другой рукой. Ждем, когда потухнет свеча накаливания. И запускаем трактор. Ну, господа. Я за рулем чего-то ужасного. Ну, об этом позже. Но пока заглушу двигатель, чтобы рассказать вам про алгоритм переключения скоростей. Потому что для обычного человека это просто взрыв мозга. Итак, четыре скорости. Значит, скорости переключаются... Переключаются. Переключаются. Четыре скорости. Переключаются вот этим рычагом. Первая, вторая, третья, четвертая. Заметьте. Я не сказал задняя. Вот этим рычагом переключается ряд. Первый, второй. Первый как бы нормальный, второй пониженный. Но есть еще самый пониженный. Вот этим рычагом он переключается. Ну, здесь, опять же, по славянской традиции, нарисован белорусский заяц и импортно замещенная черепаха. Кстати, задняя скорость включается этим же рычагом. Вот сюда вот. Короче, получается, что у вас скоростей сколько вперед, столько и назад. Поняли? Вы спросите, откуда я все знаю? Да на торпеды все написано, чтобы такой мастер, как я, ничего не сломал. А вы видели табличку по работе с гидравликой? Это какой-то... Вот здесь вот на окошке наклеено. Это какой-то заговор из Хогвартса. Пусть эти мантры изучают парни из Можайского тракторного колледжа. Так, ну что мы тут еще имеем? С правой стороны рычаги для гидравлики. Здесь блокировка дифференциала. Здесь какая-то блокировка. Открываются окна. Даже открывается крыша для явления. Вообще прям. Боже. Неожиданно. Даже смс-ки приходят. Слышали? Иван Сергеевич, вы открыли крышу. Вы сами открыли крышу. Ну, я так сидеть больше не могу. И ты степь широкая. Степь раздольная. Максимальная скорость 25 км в час для трактора. Тем более небольшого этого вполне достаточно. Это работяга в первую очередь. Маленькое подсобное хозяйство. Фермерское. МТЗ-320. 4М обслужит как надо. Дворовая территория. Это его стихия. Но МТЗ не был бы МТЗ, если бы не полный привод. Товарищи, полный привод. Оцените. Постоянные. То есть колеса все время вращаются. Как только одно из них начинает пробуксовывать, сразу включаются другие. Ну, вообще, это как на хорошей иномарке. Можно принудительно заблокировать передние колеса. Море по колено. Гидроусилитель руля. Крутить можно практически одним пальцем. Я же двумя руками держусь только из-за того, чтобы не упасть. Потому что база короткая, трактор короткий и трясет безбожно. Но можно пафосно развалиться. Ну, как-то так. Чувствую себя наездником. Тореадор смелее в бой трясет в этой скорлупе просто адский конь. Йо-ху! Еще это сиденье подпружинивает. Попробуем. Грохочет приятно. Сразу видно, что к горбунку хватит сил и прицеп потаскать под тонну весом, и плуг потягать по полю и подмести двор. На сбоку меня бежит оператор и снимает мои слова. Причесался сразу. Вот они, грузины. Сразу раз, прическу поправил. Понимает, что на него будет миллион женщин смотреть. Итак, о чем я? Так вот. При всех плюсах конструкции, что мне конкретно не понравилось? Маленький короткий трактор. Трясет безбожно. Я это уже говорил. Но, господа, на заводе вы сделали на маленьком тракторе какой-то неэпически высокий капот. Ты же сидишь сзади. Ты сидишь низко. Это с моим ростом хорошо. Трактористы, извините, парни невысокие. А капот практически на уровне глаз. Ну, я понимаю, что там стоит масляный бак. Я понимаю, что там стоит фильтр. Ну, и что, что на МТЗ так принято? Ну, надо как-то придумать, как-то понизить этот горизонт. Опять же, мне великану хорошо. Настоящим трактористом-танкистом. Блоком. Ну, это на мой непрофессиональный взгляд. Мне позволили обговнять машину из любви к искусству. Не сильно, но смог почувствовать уверенность маленького белоруса. Упрямый, громкий, не сдающийся трактор. Кстати, хорошая штука – ручной газ. Вот так вот выставил повеселее. И нога не устает. Да, опять же, скорость движения трактора получается равномерная. Нет вот этих вот клевков. А вообще здорово. А? Как на курорте? Аккуратней, Гурам, не упади. Брат, не упади. И молодая не узнает. Какую парню был конец. Ну, конечно, это все хулиганство. Да, вы видите, товарищи, товарищи, вы видите радиус разворота. Но не шикарно ли? То есть в любой городской застройке на улице или в садах вы можете развернуться практически на ровном месте. Конечно, есть и минусы. Маленький бак для топлива. Не очень экономичный двигатель. Не любят перегрузов как спереди, так и сзади. Есть, конечно, свои косяки. Есть. Но! А кто безгрешен? При стоимости около полумиллиона рублей МТЗ их отработает. Ну, и по старой доброй традиции, вот для мотора, чтобы он еще дольше жил, и МАКС МКПП-2000 для обработки механических раздачных коровок, передач и редукторов. Я думаю, что при такой работе ему это очень пригодится. Спасибо. А вот когда зальешь, в следующий раз приедем, и ты расскажешь, сколько он на нем отработал, потому что на самом деле людям интересно, что такие происходят после обработки Супротека. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Ну, не знаю, есть некий кайф в современных тракторах. Нет, в сегодняшних тракторах. Даже просто передвигаясь на них, ты начинаешь еще сильнее уважать механизаторов прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok